снова всем приветики вот и я смотрите такую единорожку это уже другая единорожка я купила еще одну я чувствую скоро начну по ним западать потому что блин они настолько милые честно говоря мне хочется какой-то маленький брелок на сумку либо уже начинает хотеться мягкую игрушку сегодня я не нашла никакого брелка такого которого мне бы хотелось наверно таких просто не существует ну хотя бы у меня есть уже два таких костюмчика единорожки они такие вот полосатенькие вот там еще остались в этом магазине другие еще есть такой беленький такой бить ну такой не белый белорозовый нежно-розовый такой какой-то такой первый раз когда я была он мне не понравился теперь вот сейчас я села так подумала я теперь хочу его тоже вот но нет конечно больше покупать пока не буду вот этот кстати размер уже элька елька уже на мне сидит просто шикарно уже ничего не мешает движению прям такой свободный прям классный а вот тут у меня м к он поменьше немножко для роста наверно метр шестьдесят метр шестьдесят пять у меня рост мне уже некомфортно уже как-то жмет как-то вот штанины вот поднимаются там кверху вот как-то уже что-то не то не знаю надо будет их сравнить насколько же сантиметров больше этот вот и также там был другой но мне по цвету не понравился там размер размер был xl то есть еще больше это может быть даже для мужчин хорошо что его не взяла мне был наверное просто огромный вот сегодня чего с вами сегодня собрались попробуем с вами вот эти вот сардельки я их уже отварила в обычной воде а пить я буду просто лимонную водичку и просто обожаю настоялась я там лимон немножко помяла так ножик который мы с вами купили вчера да кстати очень очень острый он такой жесткий также я нашла что есть тут брак тут немножко сама деревяшка отходит но все-таки нужно было все смотреть вот он очень такой жесткий я не могу к нему привыкнуть теперь он такой мои ножи они как-то более мягенькие такие более так я думаю что сначала нужно скорее всего почистить этим займемся кстати да еще вилочка моя кстати такая радужная вилочка появилась в модиусе сегодня я видела но у меня вот как-то на более такая вот длинненькая то вот там вот та немножко примятая вот тут вот мы не стала брать они стоят там 150 рублей ложка вилка чайная ложка а причем там получается ложка большая ложка вилка большая вилка маленькая то сначала за дуба что-то вилка маленькая детская что не пойму но нет оказывается вот наверное с ложками точно так ну как десертная там вилка такая но кстати довольно там мало уже осталось сходите посмотрите модиус вообще очень классный магазинчик мне очень нравится такой там такие товары интересные и вот честно говоря я там надеялась что найду все-таки единорожку себе на рюкзачок или игрушку какой-нибудь единорожки мне уже начинает хотеться то были зайки зайки с этими длинными ушками то единорожка наверно следующем году появится как какая-нибудь фламинго такой необычный я бы хотела честно говоря комбинезон фламинго это уже такое что-то интересное тоже розовый фламинго зеленый фламинго там я не знаю фиолетовый фламинго было бы супер классно но единорожка тоже классно вот такая радужная мне нравится мне помню в детстве был блокнотик там был нарисован единорог такая лошадь и и рок у нее да был я помню мама спросила кто это единорог мне казалось что они природе существуют все время смотрел мир животных и все время ждала ну когда же покажут единорога лошадей показали зебра показали на единорог то когда будет потом не сказали не существует это вот просто там несколько ты придумала просто таких не бывает зверей не выдумывай но у меня на блокноте же он был пошла там нашла этот блокнот показала там там что-то мне так это как обычно как мы обычно мы с детям не верим обычно большинство случаев мы просто детям не видела это все придумал да ну тебя там там мама у меня болит там что-нибудь у меня нога болит там чуть-чуть это давай не выдумывай ничего у тебя не болит обычно это вот так сейчас я руки помой секундочку так разрежем их вот не могу привыкнуть мне кажется как будто вот я знаете хочу разрезать тоненько но он делает толсто или хочу отрезать толсто он режет тонко как будто найти как будто вот я его знаете ставлю на полосочку а он съезжает сам привыкнуть надо он более такой конечно сделан может быть и стали он более качественно сделан чем тема и тема я не вообще легенькие они по идее должны быть дешевые но они кстати по цене стоят одинаково что этот вот что тем с вами будем сейчас соус пробовать так давай сначала так попробуем попробую сардельки попку интересного вкусного аромат обалденный аромат знаете даже больше вот все таки вот те сардельки необыкновенные или домашние или обычного там не у них разные есть названия и когда нюхаешь они они по-другому пахнут они пахнут знаете как как будто они без химии как будто вот они реально натуральные то тут запах химии присутствует вот такой прям химический запах и такой вроде как и аппетитно текут сырелки вкусно но вот какой-то запах все равно так ну ладно пробуем на вкус они просто как обычная сарделька напичкана кучей химии то есть принципе не скажешь на не обалденно там вкусно не просто обычные сарделька с химии то есть допустим те сарделька домашние они просто бесподобно вкусно не обалденный просто то здесь конечно не отличаются так здесь написано новинка брусничный соус положим тут не знаю понравится мне или нет касается он такой прозрачный с черными точечками сейчас он поближе поднесу покажу сардельками покажу как обычная сарделька то есть мы видно что он прозрачный видите по краям сардельки и давайте попробуем сам соус интересно какой он все принципе соусы хейнс они довольно вкусные необычные чтобы прямо давала конкретно брусникой нет сладкий там кисло что должен быть немножко он островатый сладенький и такой какой-то какое-то ощущение соусы есть короче не знаю какой то но чувствуется что соус короче когда глотаешь хочется еще запить чем-то за есть такой может просто острота какая-то там с чем-то и но брусник вообще не чувствую вообще не чувствую бруснику то есть на красную прям сладким может быть где-то отдаленно вот там если побольше взять то чувствуется отдаленно где-то там такой классный я думал он будет вообще там какой-нибудь непонятно так пробуем вместе с сарделькой честно сарделька сама по себе вкусная соусом как-то так это наверно все таки надо курицу пробовать нам что-то мой любимый соус покажу вот он такой кисло-сладкий но на него немножечко тоже был обзор мы где-то катая курицу запекала мы намазывали из сладкий просто до соус кисло-сладкий он просто обалденно с курицей блин его обожаю просто с курицы и готова купить его ящик целом ну блин это изумительно просто на принципе курица там сама по себе вкусная а с этим соусом еще вкуснее тоже кисло-сладкий такой прям классный здесь просто прусничный а там кисло-сладкий сладкий но тут меньше кислинки нормально с мясом наверное надо его но все равно вкусно сардельком в принципе мне кажется все сардельком и просто колбасные изделия вот эти вот все в принципе мне кажется они все вкусные но тут совсем дешевые там где светофоре не знаю какие они там на вкус хотя светофоре мы покупали икру женькой уже вроде их к пище отношусь люблю ну могу съесть абсолютно все нет каких-то ограничений там дешевая но очень вкусно вкус немножко старота немножко по вкусу напоминает вот те мои любимые сардельки здесь больше добавлено усилители вкуса чем у тех те изначально вообще начали привозить к маме на работу тумана организация довольно много людей когда-то было и туда удобно привозить какие-то мясные изделия колбасные изделия там какие-то ну что-то еще потому что людей очень много было и соответственно все бегут покупать там постоял часок другой все все там у них скупили и они пустые уехали то есть чем стоять на рынке целый день пока там к тебе подойдет кто-нибудь вот и начали проводить вот эти колбаски сардельки мама стала покупать а потом спустя какое-то время через пару лет наверное где-то они появились уже в магазине я кстати завтра уже мама моя привезет зиму зимочка уже завтра придет мы с вами отдыхали где-то не 45 но не знаете влоги насколько они растянутся потому что вчера я посмотрела пара гагарина сам с вами снимали и я посмотрел все в общей сложности там растянулась на целых два часа слишком длинные ролики опубликовывать вы не смотрите не знаю насколько там я разделила их на три части я планирую не знаю пока как там что получится по 10 минут смысла нет путешествием я разделила по 10 минут в итоге вы никто не смотрит уж старалась старалась два человек смотрю посмотрела 57 так вот два вообще прям обидно не смотрит там в это это цена т Давайте, наверное, посмотрим вот эту штучку, она стоила 50 рублей, в ленте по скидке, без скидки, наверное, около 100 рублей, я думаю, она будет стоить. Здесь у нас мармелад жевательный, с натуральным соком, со вкусом апельсина, яблока, клубники, персика, манго, свитбокс с подарком внутри. Вот, выбирала изначально, мне вот этот понравился, такая штучка, такая собачка, наверное, там. Вот. А, оказывается, тут с другой стороны тоже. Хотела я еще что-нибудь подобное найти, такое недорогое, но, когда, знаете, когда не надо, их много, а когда надо, ничего нет. Вот так она выглядит, здесь, кстати, видно, какие еще бывают. Так, здесь у нас еще состав. Вот для ребенка сделано, посмотрите, сколько там е-добавок. Так, их полно там. Так, и здесь. Здесь тут полно. Сколько тут? Один, два, хотя... Ну, и тут больше текста. Мы же не могут сделать натуральный. Так, тут хвостик хорошо отделяется. Упаковка уже порватая. Надеюсь, ее не скрывали. Так. Тут красный мешочек. Один и два. Там пусто. Ай, это же ласта чешется. Так, здесь у нас игрушки, я чувствую. Открываем. О, хорошо открывается, кстати. А, это там нарисовано, какие игрушки могут быть внутри. У меня осталась какая-то собачка. Сейчас я вам поближе покажу. Красивая. Кстати, она такая, знаете, не мягкая, а как бархатная, что ли, какая-то такая. Не то, что пластмасса там гладкая, но какой-то бархат. Как будто мягенькая, ну, такая, ну, как мягенькая, тепленькая. Так, какие бывают зонтика. Прикольно. Зефир его зовут. Я бы хотела вот такого вот. Симпатичные. Какие игрушки, кстати, можно, чтобы они просто даже стояли, а когда вы играете в какую-то настольную игру, вы можете ими вот ходить. То есть у каждого свой. Кстати, он довольно тяжеленький. Что-то у него там голова все любит, что что-то у него. Классный. Щенята супергерои. Наверное, мутик какой-нибудь тут был. Ну, тут что-то немножечко о нем написано. И сзади. Так, и что у нас здесь? Здесь у нас в такой фольге. Как разлетится все. Я, знаете, помню, в детстве подарили мне пачку чипсов. Лейс. Она была такая вот, ну, такая прям маленькая-маленькая такая чипс. Это пачечка. Прям малюсенькая там. Ну, может быть, там грамм 50 было. Я, по-моему, сижу за столом, нечем заняться. И я так ее мну, мну, мну. А там воздух гуляет туда-сюда. Она закрытая. Мну, 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 мну. И тут она у меня в руках взрывается. Так, пух. И все эти чипсы так шах и вылетают. Кто-то на стол попал, кто-то на пол, кто-то на калерке. Вот, ну, никогда не забуду этот момент. И тут вот сейчас вот у меня так же. Так. Что-то у нас там вообще очень мало, кстати. Такая коробка большая. Что-то там пару горошин. Сколько там? Три. Четыре. Шесть штучек, чтобы все... Одна уже убегает. Все. Шесть штучек. Так, сейчас поближе вам покажу. Вот он, мармелад, пожалуйста. Кстати, они интересные такие. Какими-то фруктами, что ли, вроде сделаны. Тут как земляничка вот получается. Здесь вот как яблочко. Не знаю, надеюсь, вам видно. Давайте пониже. Так вот. Я думаю, вам видно. Что-то на розочку, походу. Вот земляничка, земляничка. Яблок. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штучек всего. Они, кстати, довольно-таки жесткие. Такие жесткие. Собачка. Такая она. Мягенькая. Она запачкается, мне кажется, очень быстро. Вот ее, в принципе, даже потом не помоешь. Здесь вот, видите. У нее вот грива вот тут проходит. Ощущение, как будто она съедобная, мне кажется. Как будто, или открывается там. Как будто бы. Потому что она съедобная. Сейчас я ее ам. И нет собачки. Такая прикольная, классная. Вот бумажечка. И вот бумажечка. Кому интересно, стоп, нажмите и прочитайте. Честно говоря, знала бы, я бы купила побольше. Что они, ну, в принципе, кстати, за 50 рублей. Они довольно качественные. Игрушка качественная. Ну, конечно, мармеладок мало очень. Тут больше, конечно, на игрушку, наверное, делается акцент. Давайте попробуем с вами. Ммм. Вау, они все очень жесткие. Ммм. 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 жесткие они реально очень жесткие ощущение как будто они приезжали где-то уже подсохли или как будто это упаковка как будто просроченная не знаю, почему они такие жесткие обычно мягенькие такие хорошие, они реально жесткие их сложно очень жевать я не знаю, может их сначала надо помусолить, подержать во рту потом жевать, не знаю даже так, все это выбрасываем все, хорошая игрушка мне игрушка, кстати, очень даже понравилась такой щенок вместе с зонтиком классный так, киндер сейчас вот купишь там какая-нибудь будет прям перебильда конкретная какая-нибудь ерунда то здесь хотя бы приятно 50 рублей хотя мармелад, честно говоря, я не знаю как это жуют дети так, и сейчас мы будем самое вкусное с вами есть это у нас с вами пироженки мои любимые пироженки надеюсь, что они с масляным кремом напишите, в вашем городе делают вот такие пироженки и вообще они у вас вкусные или нет у нас делают его раньше это был 9-й хлебзавод вот он находился рядом с нами потом, когда началась пожарная техника безопасности начали проверять то, естественно, он ее не прошел и здание просто разобрали блин, вот я думала, хотя бы оставили бы его просто как музей, я не знаю там такое здание было, такое красивое там внутри такая красота я в этом здании работала, когда стажировка проходила там так хлебушком пахнет там так классно было мы как раз рядом с ним с мамой жили и я помню, как обед начинался мама говорит, иди за хлебушком сходи деньги мне даст вы знаете, вот в этих же руках несешь деньги там даешь тебе дают горячую буханку черного хлеба высокого, горячего прям обалденный вот его горячие, этими же руками грязными несешь домой половину там обгрызаешь его, съедаешь эту кожурку просишь домой грязными руками моешь руки и садишься кушать какая нафиг инфекция никакой вообще не было инфекции там спускаешься, перил его трогаешь вот этим грязным руками потом хлеб несешь потом его ешь никто вообще ничего не болел сосульки я помню, мы ели детьми сейчас попробуй съешь сосульку на днях, кстати, там в каком-то влоге я вам показала там с крыши падала висела сосулька, с нее капало и чтобы на асфальт вода не попадала она там замерзает и люди не подсказывались поставили бутылку и там уже столько накапало там эта бутылка вместе с этой водой уже такая ржавая там такая желтая вот эта вот жидкость которая с сосульки падает и я так проходила, думаю, блин вот это вот вы съедали в детстве а мы вообще с гаражей по гаражам сначала бегали и носились все лето там всякая инфекция полно а потом сосульки зимой, хотела сказать, ночью зимой грызли ладно, давайте, а то она у меня тает так так Продолжение следует... 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 очереди было прям все супер. Теперь, честно говоря, у нас самые большие очереди, это в Перекрестке. Раньше, я помню, заходишь в Перекресток, вообще пусто было, никому нет. Потому что он был дорогой. Сейчас он стал немножко подешевле. Есть товары, много акций появилось. То там просто битком там очень много людей. Пятерочки уже немножко меньше становятся. Не знаю, что они хотят этим сделать. Теперь добиться, ну, скорее всего, конечно, чего они хотят? Конечно, денег. Они хотят денег. Много-много денег. У нас, к сожалению, весь мир крутится вокруг денег. Вот эти маленькие доллары, доллары. Всем надо деньги, деньги, деньги со всех содрать, где-то взять, найти, украсть и так далее. Да? К сожалению, у нас мир сейчас вот такой. Наверное, когда-то раньше вещами, может быть, обменивались. Прикольно было бы так, вещами. Ой, а у меня вот там коробочка есть. Давай ее поменяем. Я тебе вот коробочку, а ты мне стаканчик. Давай. Ты-тынь, тынь, поменяй. О, у меня стакан уже есть. Уже хорошо. Что там? Коробка ни о чем, а стакан. Все-таки стакан. Ну, я не знаю, что-нибудь такое. Хотя, по-моему, раньше просто считали монеты. Монеты, деньги, как просто монеты. Одна монета, две монеты. Сейчас уже в одной монете два рубля, пять рублей, десять рублей. Купюры. Да? Так, что-то я им еще хотела сказать. Погуляли мы с вами сегодня хорошо. В Макдональдсе я побыла. Женька таки все-таки меня пригласил. Вот, завтра уже приедет Дима, но завтра меня Женька хотел в кино пригласить. Потом я уже подумала, что со всеми этими вот пандемия, коронавирус, подумала, что я не хочу никакое кино. Я бы, конечно, лучше погуляла где-нибудь еще. Вот, как мы с вами ездили в Порт Дагарина. Вот, я бы хотела что-нибудь такое. Но завтра уже мама приводит Диму. Они устали тоже там от него. Он там бесится, бегает, носится. Конечно, ему хорошо с двумя бабушками. Они там за ним ухаживают. Ему интересно, чем со мной тут. Целый день мы вместе. Мы уж на работе. Только приходит поздно вечером. Конечно, со мной скучно. А там гораздо веселее. Дима, также, кстати, мама сказала, чувствует получше. температура, температура уже до 37-ти семи не поднимается. Она остается где-то 36,6-36, 36,4. Я надеюсь, что она будет спадать уже. Сейчас вот я перед тем, как заснимать этот ролик, убралась. Все помыла своим новым средством. Конечно, может быть, я где-то что-то оставила, потому что это реально. Перемыть абсолютно все это оказывается очень сложно. проще купить действительно эту вот кварцевую лампу и ей просто все прокварцевать. Реально, это проще. Потому что вроде думаешь, ну все, все, я помыла. Убираешь, выливаешь эту воду, проходишь и думаешь, блин, а я вот тут забыла помыть. А я вот тут забыла помыть. Не знаю, если вот только вот с тряпкой вот так вот, все, 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 проходить и просто вот идти. Своё постельное белье поменяла зимину. Постельное белье я завтра постелю, когда он уже придёт. Полы помыла я. Ах, устала. Себе постельное бельё поменяла. Сейчас тоже побегу быстренько в душ. Всё опять себя смою, ту грязь, ту, эту вирусную инфекцию, которая может быть на мне сейчас живёт. Потому что я, если... когда, кстати, я меняю постельное бельё, я мою сразу в этот же вечер моюсь полностью. То есть и голову мою, и... То есть всё мою. Не то, что поменяла постельное бельё, и легла там грязно спать, например. Или там приняла только душ, а голову помою потом. Нет, и легла спать. А с утра, знаете, просыпаюсь, когда полы помоешь, просыпаешься, босичком проходишь по этим полам, а они чистые, чистые, ни одной старинки. Вообще, это классно, особенно летом. Зимой тут холодно, всё равно холодные полы. А вот летом прям вообще шикарно. Мне прям нравится. Напишите, как вам нравится, как вы делаете, меняете постельное бельё и тоже моетесь или не моетесь и грязно и ложитесь на него спать. Как вообще это у вас всё заложено. Обязательно напишите, мне будет это очень-очень интересно. Сегодня я с вами уже заканчиваю, потому что, мне кажется, мы с вами наболтали уже очень-очень-очень много минут. Я уже сегодня в камеру вставила новую флешку, ту уже отправила туда компьютер, всё перебросил. Там сразу много-много-много-много папок появилось. Мне опять снова много-много монтировать. Очень много роликов, очень много монтирую, очень много вам выкладываю. От вас требуется просто посмотреть, просто посмотреть. Вы можете не писать комментарии, хотя, конечно, мне было бы приятно написать комментарии или поставить лайк, хотя бы просто смотреть. посмотреть, хотя бы там, я не знаю, какое-то время. Но комментарии мне бы было приятно получать от вас комментарии. Особенно, когда мне плохо становится на душе. Вот когда Дима болел, я заходила в YouTube, читала комментарии, мне становилось сразу легче. Было просто прям классно. Вот. Всё. Всем спасибо за просмотр, кто меня досмотрел до конца. Лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписан. С колокольчиком обязательно. Мне будет приятно, если вы подписываетесь. Пишите комментарии. И с вами был канал Artmania. Всем пока-пока.